У нас сегодня состоится дискуссия Эволюция нравственных ценностей Вот такая тема взята у нас Да, тема очень серьезная Тема очень шикарная Тема очень большая и глубокая Но мы ее так сильно углублять не будем Мы все-таки поговорим о тех ценностях Которые присущи каждому человеку Который должен все эти ценности Все чтить, развивать в себе Воспитывать в подрастающем поколении И вообще, как вы сами относитесь к тем или иным Правилам поведения в обществе Ну и вообще посмотрим, как можно выстраивать свою жизнь У нас сегодня в гостях Представитель полномочного по правам человека В Старопольском крае Немков Михаил Петрович И юрист Старопольского центра ЭКОСПАС Евгений Никонов К нам еще должны прийти представители Молодежного парламента Мы будем ожидать предусмотрения Вот такой у нас разговор Будет состояться как бы Двух поколений представителей В основном двух поколений Старшего возраста и молодежи Ну а я рада вас всех приветствовать И я благодарю, что вы выбрали Время в такой летний период Посетить нас очередной раз И принять участие в нашем разговоре Ну, начнем с того, что же такое вообще Моральные или их называют нравственные ценности Что это за категория такая Непонятно чего, да О котором вот идет у нас сегодня разговор Вот это все-таки Какие-то общепринятые правила поведения Обусловленные человеческими принципами Они не регулируются юридически Но в большинстве своем Играют интерпретацию в сводах закона А значит, обеспечены нам государством С самых древних времен Ученые умы выделяли ряд качеств Характеризующих идеального гражданина Вот как вы думаете Какие ценности нравственные Свойственны человеку? Веданность Правильно Еще Доброта Отлично Еще Есть мнения? А вот такие, как мужественность Смелость Тоже надо Великодушие Великодушие Справедливость Милосердие Соучастие в судьбе Вот видите, их набирается целый вот такой вот большой список Вот таких вот определений качеств человеческих, да Каждый к такому светлому образу Вот человек, обладающий, ну, большинством вот таких качеств Это как бы вот, ну, идеальный, будем говорить, человек Который живет среди нас Ну, к такому идеалу должен стремиться каждый Или хотя бы, ну, не знаю В чем-то быть таким Поддерживать вот эти Или развивать в себе такие качества И сейчас, вашему вниманию Я предлагаю посмотреть небольшое Видеозарисовочку Зачем нужна нравственность? Нравственность определяет поведение человека Являясь, по сути, его системой ценностей Часто люди, которые ведут нравственный образ жизни Делают это не совсем осознанно Просто зная, что так надо Но почему надо быть нравственным человеком? Что нам это дает? На самом деле все довольно просто У нравственности вполне обычные и понятные цели Их можно легко увидеть и понять Если приподняться и посмотреть на общество И страну свысока Нравственность как негласные правила человеческого общества Которые позволяют тому гармонично жить и развиваться Чтобы страна, государство, народ Строили светлое будущее Нужно, чтобы система в целом И каждый ее элемент в отдельности Следовали правилам совместной жизни В другой стране все люди нравственные Каждый знает свое дело Все ведут здоровый образ жизни Все супруги верны друг другу Каждая юноша и молодая девушка Ищет свою половинку, чтобы создать крепкую семью И быть верным друг другу всю жизнь Все люди стараются по возможности помочь другому Думают о будущем Заботятся о детях Это страна, в которой люди развиваются Стремятся к высоким и светлым идеалам Это страна, у которой есть будущее Именно это и есть одна из основных целей нравственности Конечно, эти две крайности сложно встретить в сегодняшнем мире Но каждым своим поступком и каждым своим решением Вы делаете шаг в сторону одной из этих крайностей И только совершая нравственный поступок Вы делаете шаг в правильном направлении Безнравственные поступки разрушают страну, народ и личность изнутри Тем временем, как нравственные делают народ сильнее Способствуют здоровью и сплочению общества Возвышают человека Каждый из нас ответственен за то, что он несет в этот мир Ответственен за свое будущее И будущее своей страны Живите осознанно Спасибо Вот, сейчас вы говорили о нравственности А что такое мораль? Чаще всего мораль и нравственность употребляются как синонимы Но мораль, как правило, считается совокупность ценностей Также соответствующих им форм сознания, поступков и отношений То есть это, скорее всего, не те качества человека, которые присущи Да, вот мужественность, смелость А мораль, способен ли этот человек, да? Или самооценка себя, способен ли я совершить, предположим, такой-то поступок, подвиг? Вот его моральный облик, говорят, моральный облик человека Что это такое? То есть человек без оглядки может совершить какой-то поступок, да? Вот он готов на такой какой-то порыв Он не то, что он обладает, он может быть смелым, да? Он может быть добросердечным Но вот эта его грань Может он или не может прыгнуть в прорубь за кем-то, да? Спасти или еще что-то Вот это называется моралью Что он не просто в нем это присутствует Но он еще может это совершить Без оглядки на свое здоровье, состояние и так далее, и так далее Сколько вот у нас на дорогах аварий происходит, да? Вот, да, я бы оказал там помощь кому-то Но я не могу, я не переношу там вида крови, запаха там его и так далее Вот, а человек, который готов, у него такой порыв Он без оглядки все совершает, помогает в любых таких трудных ситуациях Вот это, скорее всего, внутренняя готовность человека, его мораль, его моральный облик Понятно, о чем вот как бы вот у нас идет вот такой разговор Моральные ценности позволяют человеку формулировать свои нравственные обязательства перед близкими, обществом, самим собой Брать на себя ответственность за свое видение добра, зла, смысла жизни, чувства долга, справедливости Ну вот я как бы вам обрисовала вот это, да? Согласны вы со мной? Да, согласна Вот, то есть мораль является одним из способов регулирования поведения людей в обществе Это система норм и принципов, которые определяют характер взаимоотношений между людьми В соответствии с тем, какие понятия о добре и зле, о справедливом и недостойном приняты в этом обществе или воспитаны в нем Мораль способствует проявлению и закреплению взглядов человека на смысл жизни, ответственности перед обществом, необходимости уважения к личности и достоинству других людей Я его уважаю не просто потому, что он мой друг или он мой сосед, да? Я его просто уважаю, что он член моего общества, в котором я состою, да? Он наш читатель, мы вас уважаем все, потому что вы наши читатели Мы уважительно относимся к нашим гостям Мы уважительно относимся ко всем, кто к нам приходит То есть вот это идет как бы поведение, моральное поведение по отношению к кому-то Оценку поведению, поступкам дает нравственное сознание с точки зрения соответствия морали А почему я не должна как бы уважать тех, кто к нам пришел в библиотеку? Почему? Какое я имею право? Никакого То есть есть какая-то обязанность Я занимаю свое должное здесь и выполняю свои обязанности по отношению к окружающим И я обязана выполнять все правила и нормы поведения, которые введены в нашем учреждении Так же и в обществе, правильно? Что мы выполняем все свои обязанности согласно членам общества То есть мы не имеем права оскорбить на улице кого-то вообще беспричинно Даже если причина есть Мы должны вести себя сдержанно, так или нет? Вот, то есть по отношению к соседям Ну ладно, там он напился, сосед буянит Но мы все равно к нему не должны стучаться, кричать Эй там Васька, Петька, ну-ка угомонись, иначе счастье тебе А попросить сначала, будьте добры, пожалуйста, вы видите уже вечернее время Не хотели бы вы угомониться в конце концов И предоставить как бы время для отдыха вашим сожильцам здесь, этого дома То есть прежде всего это ваш моральный облик Кричить его на улице или дома По отношению к близким, к соседям или еще где-то То это ваш моральный облик и ваша готовность к правильному, установленному поведению Которое принято в обществе, ну как бы если говорить вообще Моральные ценности создают подходящие условия для того, чтобы построить цивилизованное общество То есть если мы друг к другу относимся уважительно Независимо к кому, к своим я сотрудникам, да, вот, к гостям, к вам, к коллегам То есть если мы уважительно будем относиться ко всем То естественно у нас и к нам будут уважительно относиться, да И ко мне в частности, и к моим коллегам и так далее Вот, то есть здесь идет вот такая вот, как бы говорить, обратная связь Говорят, что посесть, что и посесть, пожнешь, да То есть если мы с открытой душой, то и к нам с открытой душой И каждый человек это чувствует, правильно? Где-то на подсознательном уровне он понимает Вот этот человек на меня сегодня как-то косо не очень хорошо посмотрел А в чем причина, да? А вот интересно, что у него плохое настроение Или он просто ко мне так относится у человека Уже закрадывается внутри какое-то сомнение Подсознательно, правильно? Поэтому мы всегда должны друг другу относиться открыто, с улыбкой, доброжелательно Независимо от того, что у нас внутри Сколько у нас там всякого внутри У каждого из нас свой жизненный запас Всех проблем, наших тайн, здоровья и всего прочего Но мы с ними можем поделиться только с самыми близкими людьми, правильно? Тем, кому мы доверяем, которые нас могут поддержать Но здесь мы можем поддержать любого из вас Но вот этот груз проблем, который написан на лице При обращении друг к другу Он как бы не должен проявляться сразу А должна проявляться сразу улыбка, доброжелательность Вот такое хорошее отношение Вы согласны со мной? Или нет? Да Согласна Важной движущей силой во все времена была вера Мусульманство, христианство, ислам, буддизм Все эти религиозные течения в своей основе имеют все те же Общепринятые правила поведения в обществе, которые нужно соблюдать Они собраны в свод законов или заповедей Подкреплены мотивацией последователей той или иной религии Не убей, правильно, заповеди? Нина Александровна, поддержите меня Не укради, не обмани, не причиняй ближнему своему зла, боли Для верующего человека это как руководство к действию И не важно, не важно какой он веры Потому что в любой вере эти заповеди присутствуют Правильно? Кроме того, все заповеди хорошо перекликаются законодательством На их основании строятся духовно-нравственные ценности Кроме всего прочего, для религиозного человека Они обозначают благодать Которая, кайфничном счете, ведет их к лучшей жизни Вот сейчас мы включим вам видеоролик С высказыванием нашего патриарха Кирилла Который вот тоже говорит о нравственности Чтобы было понятно, какого значение системы ценностей для человеческой жизни Скажу, что система ценностей это как компас Ну может быть для современных детей и молодежи Понятнее, если я скажу как навигатор Без компаса, без навигатора можно заблудиться А по навигатору ехать легко и просто Нужно только понимать, как работает навигатор Вот то же самое происходит в жизни Система ценностей это прибор Но правда, навигатор не может работать без воздействия извне Он получает информацию со спутника А вот наша система ценностей, которая также является прибором Получает сигнал от самого Бога Вот, согласны вы с этим? Вот представляете, он как высказался Вот он на современном, да, с употреблением современных Как бы раз и петель, да Вот он дает понять молодому поколению Что же такое вот нравственные ценности Здесь есть место, проходите сюда Есть, вот сюда можно перейти Вот, вот дает понятие молодому поколению Что же такое нравственные ценности Без чего нельзя вообще жить и существовать в этом мире С самого рождения человека, да С самого крохотного вот этого маленького существа Окружают уже, что, социум его Вот он родился, он только пошел Его взяли в семью Из роддома выписали Ладно, там еще ничего Но вот его взяли в семью Привезли маленького крошечного ребенка И уже сейчас родители, бабушки и дедушки Крестные потом, да Окружение все, все родни Вот его окружают И каждый своим каким-то вниманием Своим примером, своим поведением Его наставляют, грубо говоря, на пункт истины Проводят, ведут воспитательный глубокий процесс Прежде всего, своим примером Или говорят, это можно, это нельзя Вот, нравственные ценности закладывают с самого рождения В подростковом возрасте часто происходит переоценка у детей Родители учителя говорят о том, что нужно делать Но друзья, сверстники считают, что это там, предположим, плохо А это хорошо И совсем другое Не так То есть, вот происходит переоценка тех смысловых значений Которые заложены изначально в воспитании семьи Вот как тогда выходит из этого положения молодежь? Подростки? Конечно же, у них вот это происходит Что говорят, это трудный возраст, переходный возраст И очень часто вот в этот момент ломаются характеристики людей Вот молодого поколения И вот здесь вести нужно правильную линию всем родителям А подрастающему поколению всё-таки впитывать То, что даётся в семье, в школе, правильно? То, что даётся вот в их мероприятиях каких-то Почему сейчас вот такое большое внимание у нас со стороны государства Со стороны правительства Уделяется различных структур воспитанию подрастающего поколения Потому что это будущее нашей с вами страны В этом, вот что из этого поколения вырастет, то будет дальше Мы уже имеем свой багаж каких-то нравственных ценностей Свой багаж воспитания, своих принципов жизненных А они ещё вот на таком шатком положении И чем больше им даётся положительного Чем положительных установок в поведении Чем больше мы им рассказываем, что вот это хорошо То значит мы роняем, конечно же, очень богатое зерно Такое, из которого может вырасти хороший урожай Ну, это образные выражения Но при этом у каждого молодого человека есть свобода выбора Одна из гласных свобод человека Ну, причём свобода выбора есть не только у молодого человека Свобода выбора есть у всех Могу я так поступить или не могу? Могу я уступить место человеку, вошедшему старше меня в общественный транспорт? Или я тоже как бы уже к этому возрасту немножко примыкаю Я устала на работе, я могу посидеть, просто постоять Мужчина постарше меня, да? То есть у меня есть выбор Кто или инок, как правильно поступить? Наиболее общими понятиями морального сознания, разграничивающими нравственное и бездравственное, считается категория добра и зла Традиционно принято связывать добро с благом, которое считается полезным людям Однако любое благо будет относительно, поскольку оно не может нести исключительно положительную функцию К тому же благо имеют неравную ценность в разные периоды жизни человека Мы все все стараемся накопить, заработать, обустроить квартиру, приобрести машину, какую-то бытовую технику Мы стремимся облагородить, грубо говоря, свою жизнь Создать для себя благо А всегда ли эти блага на пользу идут? Вот сейчас вашему вниманию маленькая зарисовка видео Мнение Жака Фреско Жак Фреско это американский инженер, промышленный дизайнер Он директор, основатель организации проект Венера Но он ведет огромную, огромную общественную работу И проводит курсы лекций, различных мероприятий, касаемых нравственности и нравственных ценностей человека Пожалуйста Убийство одного человека не разрушает систему ценностей Этого человека больше нет Но система ценностей по-прежнему существует Расизм, нетерпимость, невежество Это часть проблемы Невежество это нехватка у людей информации относительно определенного рода проблем Если люди читают в книгах, что месть сладка И это утверждение становится общепринятым Это вредит всем Поэтому подобной литературе нет места в обществе Чем больше детей воспитываются на искусственных ценностях Тем больше вред мы причиняем будущему Кто-то скажет Но они же просто дети Не думают, что это так важно Войны, оружие, владение оружием Это часть воспитания нашей культуры Оружие дает людям чувство власти Ложное чувство власти Настоящее чувство власти Заключается в предоставлении людям Нужной им информации Конечно, вы не почувствуете от этого пользу сразу же Вы не испытаете в этот момент восхищения Это долгосрочная инвестиция Вот Согласны вы с этим? Или нет? Какие ваши мнения по этому поводу? Ну, кто может что-то сказать? Вот, наверное, он перегнул чуть-чуть Перегнул? Да Оружие не дает чувство власти Оружие дает чувство превосходства Это разные вещи И очень ложные утверждения Ложные? Да В чем? Ну, вопрос, он почти философский Человеку, как разумному существу Всегда свойство на природе Самоутверждаться Самосовершенствоваться Возвышаться даже Это тоже амбиции Амбиции – это присуще к природе человека А оружие, о котором он говорил Это способ Это способ превосходства Ну, не более того Власть и оружие несовместимы Иной раз Обладание оружием Если оно Незаконное Наоборот Идет исследование Ну и здесь прямой конфликт с ладствием Что-то он про деньги ничего не сказал Вот, ну, давайте немножко про оружие А вот буквально вчера, да, произошло в Испании теракт Ну, очевидно Вот Как? Вот это что? Это что за мораль? Это что за нравственность? Это вообще, вот, соответствует каким-то нормам Общественного поведения и порядка? Не соответствует, естественно Потому что Ну, как это можно Ехать в толпу людей Люди стоят там, идут ли И они эти машины Направляют туда, где больше людей Да, ведь это как это? Это большой грех Они Как сказать? Убивают людей Убивают Хотя у них Все они там Мусульманы Там еще какие-то Должны проповедовать Не только проповедовать Но и исполнять Все эти заповеди А у них этого Не существует Другая машина Да А какая другая? Сможно? Вот Я, например Лично не понимаю Сможно Гибнут неминные люди И чего они этим добились Напугать людей Вряд ли напугали А злобить Еще больше Еще больше Ненавидят Страх Страх Ну не все Банальный страх Террор В переводе В латыни Ужас Был введен Экстремистскими Группировками А иногда И преступными Режимами Некоторых стран Запугать И если Наше общество Наш социум Который Перенес Тяжелейшую Историю Запугать Таким образом Сложно Практически Невозможно То В западных Странах В западных Обществах Это Иной раз Влечет Влечет Те последствия Те цели Которые ставят Перед собой Террористы Еще бы я хотел Один маленький нюанс Ислам тут Ни при чем Это не Исламисты Это Это не Мусульмане Это Исламисты Есть разница Такая Небольшая Кстати Сами Правоверные Мусульмане У нас В основном Представлено Сумитское Удей Резко Отрицательно Относятся К исламистам А исламисты Это Вы наверное Все знаете Люди конечно Все образованные С жизненным опытом Мудрые Значит Так называемые Салафиты Слышали когда-нибудь Да? Ну да Это Вахабиты Террор Ставка На Нетерпимость К другим Людям И вот Обратите Внимание Не солдаты НАТОвские Гибнут Которые Может быть И положено А гибнут Мирные Люди Туристы Ведь он же Еще и петлял Ехал Чтобы как можно Больше задавить Вот это Что такое Террор Это одно Из самых Отрицательных Явлений В современном Как раз Вопрос О нравственности С одной Стороны Мораль С другой Стороны Террор Как убийство Это самое Отрицательное Согласны 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 Конечно Моральные Ценности И нормы Выражены В моральных Принципах К ним Относятся Как вы считаете Что Я вот например Называю Трудолюбие А вы Принципы Моральные Принципы Коллективизм Является Моральным Принципом То есть Мы вместе Сила Один за всех Все за одного Правильно Патриотизм Тоже Ну здесь Примеров Геройства Очень много И патриотизма И наше Наше участие Наших Военных Во всех Военных Операциях И Великая Отечественная Война Это Вообще Беспредельный Героизм И патриотизм Вообще Русского Народа Ну я Русского Грубо Говорю Советского Да С того Потому что Если Говорить Вообще О народе Это Огромнейшая Многонациональная Страна В большинстве Да Это Уже Не будем Там Брать Какие-то Там Маленькие Нюансы Но это Огромный Патриотизм Всей Огромной Страны Вот Великая Отечественная Война Гуманизм Является Тоже Моральной Моральным Принципом Мы за Гуманизм Или нет Что такое Гуманизм Вот Вы слышали Такое Выражение Что это Вообще Такое Говорит Гуманное Отношение К людям Да Справедливое Справедливое Доброе То есть Мы поддерживаем В человеке Человека Прежде всего Его взгляды Его Жизненные Установки Мы Гуманно Относимся Ко всем Мы Не выделяем Вот Грубо говоря Какой Он Национальности Да Мы Гуманно Относимся К представителям Любой Национальности Так Мы Живем В дружбе Правильно В дружбе Согласии Взаимопонимании Это тоже Моральные Принципы Добрососедство Опять же Сюда Отсюда Вытекает Правильно Выполнение Общественного Долга Та же Воинская Обязанность Сколько У нас В Сирию Ездила Да Военных Защищать И отстаивать Тоже Гуманизм Кого Сирийцев Правильно То есть Это тоже Гуманное Гуманное Проявление Мы Государство Выделяет Гуманитарную Помощь Разным Народам Представителям Разных Государств В разных Не знаю Формах Масштабах Да Вот Ну не важно Не важно Всем Мы Выделяем Государство Выделяет Гуманитарную Помощь Везде Другой Другой Вопрос А сколько Гуманитарной Помощи К нам Это уже Другой Вопрос Но это уже Это уже Отношение Других Государств А наше Государство Считается Гуманным Мы Стараемся Жить Добрососедстве Мы Стараемся Жить Поддерживать Нормальные Устои В обществе И в поведении И в отношении Других Государств То есть Наш на сегодняшний день Да Министр Да Иностранный Тел Которого Вот многие Видели И знают По телевидению Да Он очень Компетентный Человек Он очень Большую работу Проводит Для того Чтобы поддерживать Вот такие Да Гуманные Отношения И дружеские Отношения С различными Государствами То есть Вот Это тоже Категория Морали Идет Ну а сейчас Вот раз мы говорили Заговорили о правительстве Вот как у нас Владимир Владимирович Путин Говорит О таких ценностях Ну буквально Десколько секунд Патриотическое воспитание Молодежи На самом деле Это разговор О Самом главном О Ценностях О Нарастливых Основах На которых Мы можем И должны Строить Нашу жизнь Воспитывать детей Развивать Общество В конечном итоге Укреплять Нашу страну От того Как мы Воспитываем Молодежь Зависит То сможет ли Россия Сберечь И приумножить Себя Саму Сможет ли Она Быть Современной Перспективной Эффективно Развивающейся Но в то же время Сможет ли Не растерять Себе Как нацию Не утратить Свою самобытность В очень Непростой Современной Обстановке Как показывает В том числе И наш Собственный Исторический Опыт Культурное Самосознание Духовные Нравственные Ценности Ценностные Коды Это Сфера Жесткой Конкуренции Порой Объект Открытого Информационного Противоборства Не хочется Говорить Агрессии Но противоборство Это точное И уже точно Хорошо Сорежиссированные Пропагандистские Атаки И это Никакие Не фобии Ничего Я здесь Не придумываю Так оно И есть На самом деле Это Одна из Форм Конкурент Как минимум Как минимум Одна из Форм Конкурент Неборьбы Попытки Влиять На Мировоззрение Целых Народов Стремление Подчинить Их Свою воле Навязать Свою Систему Ценностей И понятий Это Абсолютная Реальность Так же Как борьба За минеральный Ресурс С С которой Сталкиваются Многие Страны В том числе И Наша Страна И мы знаем Как искажение Национального Исторического Нравственного Сознания Сознания Приводило К катастрофе Целых Государств К их Ослаблению Распаду В конечном итоге Решению Суверенитета И Брата Убийственным Войнам Требя Создать Здоровое Общество Благополучную Страну Руководствуясь Принципами Принципами Каждый Сам за себе Следуя Примитивным Инстинктом Нетерпимости Эгоизма И Иждивенчества Мы должны Строить свое Будущее На прочном Фундаменте И Такой Фундамент Это Патриотизм Мы Вот как бы Долго Не Обсуждали Что Может быть Фундаментом Прочным Моральным Основанием Для Нашей Страны Ничего Другого Все равно Не Придумаем Это Уважение К своей Истории И Традициям К духовным Ценностям Наших Народов Нашей Тысячелетней Культуре И Уникальному Употу Сосуществования Сотен Народов И языков На Территорию России Это Ответственность За свою Страну И ее Будущее Сама История Российской Многонациональной Государственности Светит о том Что Настоящий Патриотизм Не имеет Ничего Общего С идеями Расовой Национальной И религиозной Исключительности Чувство Патриотизма Система Ценностей Народственных Ориентиров Закладывается В человеке В детстве И юности Здесь Огромная роль Пронежит Конечно Семье И всему Обществу И конечно Образовательной Культурной Политике Самого Государства Нам Необходимо В полной Мере Использовать Лучший Опыт Воспитания И просвещения Который Был И в Российской Империи И в Советском Союзе Естественно Мы ничего Не должны Идеализировать И ничего Должны Повторять В том Виде В котором Было В прежние Времена И в прежние Десятилетия Или столетия И уж Тем более Механически Брать Какие-либо Шаблоны И Какие-то Клише Из прошлого И здесь Хочу особо Подчеркнуть Что так называемый Казенный Патриотизм Охранительство Построенное На изоляции Приносит Ровно Противоположный Эффект Ожидаемого Они не укрепляют Ценностный Фундамент Общества А наоборот Ослабляют Лишают Внутреннего Иммунитета Разного рода Разрушительным Деструктивным Идеям Ну вот Мнение Нашего Президента Согласны Вы с ним Какие Ценности Как бы Ну Вот он Связал Эти ценности С Самой большой Ценностью Принципом Морали Это Патриотизм Еще одним Из принципов Морали Является Трудолюбие Здесь Можно Тоже Как бы Распределить Тоже Трудолюбие Значит То есть Осуществление Труда На себя Или Для общества То есть Здесь Разделяется На две Тоже Вот категории То есть Мы Работаем Для себя Чтобы Заработать Деньги На свое Существование Обеспечить Проживание Содержание Семьи И так Далее И тем Не менее Мы работаем Принесем Пользу Обществу Мы работаем На Выполняем Общественно Полезную Работу Выполняем Вот такие Вот Выполняем Работу Мы Как бы Подтверждаем Еще один Из принципов Морали Трудолюбие Своё Еще Одним Одним Принципом Является Доброта Вот С добротой Что можно Связать Какие Категории Вот У меня Первое Милосердие А у вас Отзывчивость Отзывчивость Благотворительность Доброта Общительность Самопожертвование Доброта Вот видите Вот Одна Категория И она За собой Тянет И тянет И тянет И каждое Новое Определение Оно Вносит Какой-то Новый Элемент Вот В ту Категорию В тот Эпитет Заключенный В этом Вот Слове Добро Кажется Понятием Простым И однозначным Но не все Так просто Его можно Интерпретировать По-разному Существует Большое количество Примеров Которые Описывают Не такие Уж и Хорошие Поступки Но они Объясняются Самыми Лучшими Намерениями Но Здесь тоже Можно привести Пример Вот Был такой Случай Недавно Мы его Как-то Вспоминали При каком-то Разговоре Напали На семью Милиционера Да Я уж Не знаю По каким-то Это если Уже Копаться Глубокой И Порезали Практически Ту семью И Мужчина Этот Глава семьи Заступился И Грубо говоря Напал На этих Кто Самосуд Ну Грубо говоря Самосуд Его Естественно Что Заключили Под стражу Он Совершил Доброе дело Он Защищал Семью Конечно Но суд Интерпретировал Его поведение Как Неправильное Да Ну Так Заступать Да Вот Обычно Как Как Вот это Мы Можем Найти Где Добро Кончается И Начинается Зло Кто Переходит С одной Как бы Вот этой Ипостаси В другую Над кем Давлеет Вот это Я для себя Делаю добро Но почему Я соседу Делаю зло Вот Понимаете Вот это Очень Такие Вот принципы Которые Конечно А за мальчика Заступились Двое Ребят Тоже Теперь Их обвиняют В том Что они Виноваты Потому что Задение Этого Ну Вот теперь Вот в этом Ключе Я конечно Предоставлю Слово Представителю Полномочного По правам Человека Да Ну вот Да Вот как бы Вот в этом Ключе Что нибудь Нам Есть такое Понятие Это Пролюшение Проделок Насходим Самого И наши суды Порой Механистически Подходят К этому Не вникают В суд Да И Тот Кто Руководствовался Моральными Принципами Благими Намерениями Идет На скамью Подсудимых И выставили Верховный суд Неоднократно Разъяснял Что надо Подходить Строго Индивидуально К этим Случам Потому что Бандит Когда нападает Ему на все Наплевать Если ты защищаешь Синя Если Просто прохожий На улице Как можно Как можно Состояние Аффекта Соотнести Степень Нападающего Агрессии И Необходимую Оборону Как ее не превысить Это Понимаете Вопрос очень сложный Самозащита Самозащита Необходимая Оборона Которая Освобождает А вот ее Превышение Это состав Преступреждения А в чем Заключается Превышение Понимаете Вот здесь Вот опять же Если не Если не соотносится Степень Угрозы Со степенью Таскать Оборону Но Любой человек Все это делать Соотнести Подойти к этому Математически Практически Невозможно Ну вот если Парни защитили Ребенка Теперь Почему Они виноваты Потому что Они причинили Вред Негодяю Нападающему Он человек Он член Нашего общества Это уже Его поведение Как он себя ведет А социально Или не А социально Он бы еще Совершил Он бы еще раз Подкинул И бросил Ну вот Как бы Вы же понимаете Что это Разные категории Морали И соответственно Ну давайте Послушаем Ну очень хорошо Вот Это Александр Замечательное мероприятие Совпало Совпало Оно Очень важная тема С 15-летним Юбилеем Существования Института Уполномоченного По правам человека В Ставропольском крае